Сегодня специалисты всех участков службы благоустройства жилищно-коммунального хозяйства, участков зеленого строительства и дорожного хозяйства работают в напряженном режиме и максимально используют погожие деньки, чтобы выполнить запланированные объемы работы. В первую очередь дорожники занялись засыпкой улиц с грунтовым покрытием в районах индивидуальной жилой застройки. Она ведется по графику на основании поступающих от жителей города заявлений. На основе этих заявлений, по мере поступления, были составлены списки и составленный график отсыпки улиц. Улицы определялись те, которые по списку первые, потому что это все исходило из материала. Поэтому объем был определен по существующему материалу. Сколько есть материала, такой объем улиц мы и планировали. Если что-то будет больше дальше делаться, дробиться, эта работа будет продолжена. И уже будет сделан второй список. И опять же вывешиваем на сайт, чтобы люди видели. Тоже не волновались, а контролировали, кто имеет желание такое. Смотрели, там возле себя как это делается. Если там кто-то будет и подсказывать, мы ничего плохого в этом не видим. Это хорошо, значит, все полнуется. Такое тесное взаимодействие с жителями неблагоустроенных улиц уже дало результат. В прошлом году за такую работу остались благодарны коммунальникам домовладельцы улиц имени Янки Купала и Ажешко. В этом году масштаб работ, исходя из возможностей, расширен. В список вошли 15 улиц. Материал, значит, это строительные отходы, поступающие с города, с объектов, которые делаются. Вот много материалов в том году попало с объектов по дожинкам. Это и Первомайское, и Белово, и Горького, и Завальное. Весь этот материал привозят с организациями строительными к нам. Мы в том году нанимали дробильную установку. Договор был самозаключен на 15 тысяч тонн по дробилке. Они свои работы сделали, как раз в декабре месяце закончили полностью объем. Исходя из этого, мы сделали график. Стоит отметить, что дорожники сами готовят материал и работают по специальной технологии, которая гарантирует, что новое покрытие прослужит не менее пяти лет. В основе фракции мелкой асфальтовой крошки, которой заготовлено 15 тонн, строительные отходы при благоустройстве улиц к областным дожинкам. Вышли на улицы города Грейдеры. И если позволит погода, ямочный ремонт улиц начнет тайфун. Техника и люди готовы. У нас, значит, в этот период работает еще Грейдерная техника на планировке улиц, то есть на гарнирование. Это где? Везде, по всему городу. Значит, мы пошли, значит, сейчас в Белящину, район Белящины. Вот работает Грейдер. Вот сегодня, значит, он работает в районе ИПД. Все работы расписаны едва ли не по минутам. Коммунальники стараются сделать максимум возможного, чтобы уже к первому мая город стал чистым, ухоженным и красивым. Сейчас мы делаем прополки, подготавливаем все клумбы, цветники. Идем сейчас по набережной, тоже, чтобы подойти к первому мая. Потому что основная такая часть людей будет, это площадь Ленина, это набережная будет, движение по набережной в парк. В парк ведутся работы, и возле вечного дня. В 184-й там идет работа. Поэтому я думаю, что будет все хорошо.